Дайте не вглубающую последовательность натуральных чисел, в которых каждое натуральное число встречается в точности А, Н, Р. Первый член последовательности. Сколько? Один. Дальше? Два. Дальше? Три. 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 Вот это неверно. Значит, не поняла. Смотри, единица встречается один раз. Это правда. Это действительно правда. Дальше. Двойка встречается два раза. Замечательно. Две двойки. А вот дальше тройка должна встретиться. Сколько раз? Два. Два. Вот то, что вы мне дальше сказали. Три и вверх. Два. Что? Два. Следующий член сколько будет? Четыре. Четыре, конечно. Потому что последовательность не имеет права убывать. Здесь, конечно, четыре. Дальше. Дальше. Кстати, а кто мне объяснит, почему мы начали с единицы, а, например, не с двойки? Или, может быть, вообще можно было начать с числа 2017? Почему здесь нельзя было написать два между единицей? Если бы здесь стояла двойка, то здесь стояло бы число... Что вместо девочки... Стоп. Что тогда единица должна была встретиться два или больше раз. Но мы уже написали сюда двойку, так? А это безобразие. Идею поняли? Хорошо. Итак, четверка. Сколько надо писать четверка? Три. Четверок надо писать три. Значит, я пишу четверок три штуки. Хорошо. А пятерок сколько надо писать? Три. Пятерок надо писать три. Так. А шестерок? Четверок. Ребята, обратите внимание, эта последовательность очень легко выписывается. А семерок? Четверок. А восьмерок? Четверок. Четверок? Четверок. Может, четыре. А после этого девяток? Пять. Пять штук. Девяток я должен писать пять штук. Одну уже написал. Значит, еще четыре девятки. Теперь число десять надо написать пять раз. Обратите внимание. Такая закономерность, оказывается, порождает исследовательность. Такая последовательность вам не видит. В математике была сделана гигантская работа по классификации числовых последовательностей. Представьте себе, что специалист по комбинатуре, он постеполкается в огромную ограниченную силу на то, чтобы выписывать всевозможные последовательности. И про каждую из них узнавать, в каких книгах про это написано, в каких статьях и так далее. Пока не было толку в интернете, это все было у него в бумаге. Как только возникли возможности положить это в интернет, естественно, это оказалось во всеобщем доступе. Любой из вас, если у него возникла какая-то последовательность, может набрать справочник о целочисленных последовательностях и прямо написать туда несколько первых числых последовательностей. И, ребята, вдруг выяснится, тематики на эту тему работают, этих последовательностей огромное количество самых разных, самыми неожиданными свойствами. Ну, разумеется, есть много и просто в сторонах, когда непонятно, зачем было ее придумывать. Но, с другой стороны, много и совершенно удивительно таких вот штук. Итак, существует единственная последовательность, которая не убывает и в которую каждое натуральное число N входит ровно один раз.